Интернет взорвала информация про специальное войсковое подразделение для выполнения любых, навод самых брудных загадок Лукашенко в том числе и политических забоевствах егоных оппонентов за межою. Супрацовники, между прочим, должны владеть английской, а так же польской и литовской мовами. Те здольные белорусские спецслужбы по-спехово проводят операции по ликвидации противников режима на территории других стран. Чим займалися белорусские спецслужбы опошними годами на территории Польши? Те связанные незабойствам Паула Шараметова в Украине. Отказов шукаў Змитер Мицкевич. Девятый отдел Головного разведывального управления Генерального штабу. Подразделение, у задача якого ваходзіць у тым лику и ликвидация политичных оппонентов Лукашенкі за межами Беларусі, было створено в 2014 годі по инициативе начальника Генерального штаба Узбройных силов Беларусі генерал-майора Олега Белаконева. Такую информацию опубликовала инициатива «Байпол». Что касается оплаты, вряд ли мы можем говорить, что она очень сильно отличается от оплаты обычных военнослужащих контрактной службы. Касаемо отбора, отбор идёт среди специалистов, которые готовы будут выполнить поставленные перед ними задачи, и из которых можно будет слепить профессионалов наивысшего уровня. По информации, которая есть у нас сейчас, они заняты именно подготовкой, именно шлифовкой своих навыков. Байпол стверджает, что каждый супрацовник датиного подразделения обязан пройти навучание на военно-дипломатичном факультете военной академии альбо в Институте национальной безопасности КДБ. А кроме агентурных дисциплинов, за три годы навучания необходимо засвоить две замежные мовы, как правило, английскую и польскую, або литовскую, что намекает на скерованность деятельности датиной войсковой одинки. Мы звернулися по коментар до былого польского антитеррориста и супрацовника спецслужбов. У минулым были сигналы, что с Беларуси досылают выканавцы у таких свой особливых выроков. Это российская школа. Кали мы поглядзим на азнишение непожаданных особо у российскими спецслужбами, подобным чыном выглядая и таемная праца беларуских спецслужбов на территории Польши. Бешкоджывание альбо сбор компрометующей информации на грамадзян Беларуси за мяжой, то, что истотно интенсификовалося по прошлым часам с причином внутренней ситуации в Беларуси. Отповедно, высылаются особи для мониторинга деяностей людей, которые могут потенциально створить погрозу для режима Лукашенко. У той же момент некоторыми отмысловцами информация про подрихтовку до физической ликвидации оппонентов режима Лукашенко на территории и других странах успеется довольно стриманно. Проект этот очень такой, как сказать, который мы должны смотреть как вблизи и видеть процесс, который нам может грозить или это какой-нибудь еще одна провокация. Все тут может быть. Анализ мы, конечно, сделаем. Но я думаю, это такой более инструмент напугивания, чтобы критики молчали, чтобы другие государства или политики не были бы такими принципиальными. Что правда, после опубличивания аудиозапису, на яким был икеровник КДБ Вадим Зайцев у 2012 годе, говорится о планах по физической ликвидации Павла Шеремета, заявление отмыслового подразделения для выконания подобных задачов не выглядит чем-то неверогодным. Тем больше, что Шеремет был забит в Киеве в 2016 годе, про два года после меркованного створения 9 отдела ГРУ Генштаба. Теперь в Украине будут разглядать и максимальный белорусский след о забойстве ведомого журналиста. Спецоперации за границей готовятся очень долго. И если мы говорим о русскоязычных странах, то это будет сделать проще, нежели в стране Европейского Союза, к примеру, потому что подготовка занимает очень длительное время, разработка легенды, разработка задания, отработка и разведка возможных мест проведения этой операции. Поэтому все зависит от места и, конечно же, от личности, которую требуется устранить. Белорусские силовые структуры однозначно не даровали поводина у своих былых супрацовников, якие утекли на территории Польши и тут ведут пэлную информационную и аддукационную деятельность. Отповедно, гэты асобы находятся у пэлной небеспеции, бо белорусские генералы у сувязи с гэтой ситуацией могли принять решение о проведении операции на территории Польши и тому треба быть осторожными. Агулом история белорусско-польского сопростояния спецслужбов наличивая шмат выпадков выкрытия замежных агентов як белорусским, так и польским боками. А позже не здарился якраз у снежной 2020 году, коли белорусский бок заявил про спробы вербовки польскими спецслужбами двух белорусских офицеров, якие знаходилися у Польши по службе. Что правда, шмат, якие подобные выпадки не опубличиваются и тем больше каштовная теперь информация, якую опубликовали в байпул. То, что мы получили эту информацию и тот посыл, который мы сделали генштабу, говорит о том, что мы знаем этих лиц и эти лица уже в ближайшее время не будут направлены для выполнения таких операций, потому что их де-анон приведет к, соответственно, к исключению их из возможного использования их за пределами другой страны. У той же момент, как показывает практика, спецслужбы могут за гроши не имать людей у вогулине, связанных с агентурой, для выполнения разных брудных заданий, кшталту сбитца певных особов, их застрашения, цикрадежу речов и информации. Апошние некольких годов спецслужбы опубликовали у медиах выпадки затрымания особо у беларуской национальности, які выконывали вывечшие задания на территории Польши. Так само агенция внутренней безопасности Польши некольких годов тому затрымала своего супрацовника, який увайшов сябровский контакт с кабетой, якая была подозреванная у працы на беларуске спецслужбы. Так что апошние некольких годов мы можем назирать певную интенсификацию працы беларуских спецслужбов на территории Польши. Видовочно, что з'явление угольней режиму Лукашенки с заходом инициативы сумленных беларуских силовиков сурьезно раздражняет нелегитимного керавника Беларуси. Однако публичвание настолько секретных планов режиму свечит об тем, что далека не усим, навод на высоких посадах у силовым блоку, подавается тое, что теперь отбывается в Украине.